Дня шуток всемирных, и так императорскую корону можно будет потрогать. Вот какое в этом удовольствие, вы понимаете? Нам всё время какие-то вбрасывают, это знаете, как рыбью шелуху, разбрасывают по небу, чтобы она сыпалась на нас в виде новостей. Вероятно, так занимают русский мозг, чтобы, ну конечно, чтобы не думали о том, что где-то что-то происходит серьёзное, а люди должны думать о том, что императорскую корону можно будет потрогать. Абсурд. Страна абсурда, друзья. 31 марта русский музей проведёт для СМИ презентацию тактильной копии большой императорской короны. Ну и что это такое копия? Потому что кто же корону даст трогать руками холопом? Вы понимаете, о чём я, да? Никто никогда, никакую корону холопом не дадут потрогать. А что там, тактильную или нетактильную копию создали? Да вообще, по большому счёту, я говорю, рыбья чешуя с неба на наши головы в виде информационного потока, а где-то гибнут люди. Также в музее будут представлены скульптурные портреты императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны. Экспонаты позволяют незрячим, слабовидящим людям составить более полное впечатление о произведениях, а остальным посетителям прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя. Лучше не трогайте, друзья. Неизвестно, чем там, какими новичками потёрли. Также в Михайловском дворце появится тактильный макет здания и прилегающей территории. Редактор субтитров А.Семкин